сегодня я опять попал под дождь по дороге и поэтому не только поэтому на самом деле еще по дороге пока я был под дождем весь мокрый пока ни одной дороги не было еще без дождя ни одного переезда но тем не менее на пути я искал что-нибудь хотел заехать чтобы укрыться немножко и подсохнуть но нашел завод зипа неожиданно совершенно неожиданно и тут есть музей зипа поскольку я только что буквально вчера в йорке купил себе на заводе харли-дэвидсон фирменную зажигалку зипа который собственно по моему уже успел похвастаться то я не применил заехать потому что это реальная легенда штатов которую просто надо было посетить и тут на самом деле очень классно тут в этом смысле тут из зипа практически все что можно представить там начиная от американского флага во всю стену и заканчивая всеми моделями которые можно себе придумать все это сделано в отличном таком формате музея прям реально музея с истории совсем то есть начинала самом деле дружище который начал выпускать сжигалки джордж бейс он начинал в общем-то с ножей в первую очередь он выпускал ножи у него была компания по производству стану ставим на стальных ножей тут очень много тоже про ножи вот например стенд про вот первые ножи которые они выпускали были очень качественные очень очень была очень качественная история про ножи но потом наступила великая депрессия он практически разорился и потом однажды его друг показал ему зажигалку австрийскую перед войной еще австрийскую зажигалку защищенную от защищенную от ветра и немножко усовершенствует дизайн добавив вот эти штуки вот с этим вот знаменитым их звуком клинк да который при открывании зажигалки то есть он если слышите он тут везде присутствует вот то звук да собственно звук он является фирменным звуком зипа и добавив открывающуюся крышку на крепление и добавив некоторые другие штуки он собственно сделал совершенно уникальный продукт очень качественный совершенно и дал на него и самое главное что он придумал собственно это ту самую знаменитую гарантию пожизненную и собственно тут есть очень интересная история про эту гарантию относительно того что очень много очень много зажигалок которые попали под поезд были там повреждены во всяких авариях и всяких иных историях это все было заменено по просьбе их владельцев то есть соответственно любой владелец зажигалки зипа если она по любой причине выходит из строя может обратиться за заменой за заменой зажигалки то есть а вот собственно процесс производства мне за сцен понравился больше всего наверное тут есть вот целое видео огромное про то как дело все это делается рядом на заводе который буквально на территории здесь же вот но вот тут еще есть отдельная экспозиция относительно того как зажигалка делается формируется собирается и соответственно выходит готовая это очень круто на самом деле мне очень понравилось тоже потому что ну тоже я грузи по целая история и вот зажигалки которые зажигалки которые поменялись были были представлены на замену их владельцами это вот собственно да зажигалки попавшие под бульдозе поэт из крашера под мучитель мусора и и даже вот такое вот письмо что типа я прошу вас установить зажигалку потому что в общем она попала в замену их вот после железной дороги под железную дорогу попавшиеся под молот в общем целая куча всяких историй про то как меняли зажигалки зипа и хотя его на новые есть очень красивые зажигалки тут причем есть шикарные зажигалки сделаны специально для известных людей для различных брендов и так далее эта история про кейс икс из собственно их первые проект ножи а еще тут есть история про очень классная залипательная штука и она не завис наверно минут на 10 просто наблюдая как шарики по этой конструкции перемещаются совершенно восхитительным образом это то что называется marble да у нас у них наверное у нас тоже музыкальный такой marble с шариками которые перемещаются по рельсам его я помню очень любил эту историю ему бы точно понравилось тут куча всяких приспособлений через которые собственно все это перемещается чем различные есть не 4 по моему варианта маршрута как они могут проходить и вот один из них не очень нравится да вот это и клик клиник клиник там где они бьют такие колокольчики начались классный маршрут где он отскакивает вот этой площадке которая там площадка внизу она не отскакивает и попадет в эту корзину а потом уже дальше тоже очень здорово получается рассчитано все просто шикарно просто шикарно в общем вот такая музыка полумузыкальная полумузыкальная история да но собственно еще хотел показать одну вещь это вот зажигалки кстати харли-дэвидси которые были для под брендом харли выпущены целая куча с этим и мой дизайн есть продажи но нету здесь на стенде почему-то но видимо очень много на самом деле было выпущено зажигалок под брендом харли-дэвидси поэтому не все они поместились но не на самом деле наверное из всех зажигалок которые я здесь увидел вот на самом деле понравилось много всего но очень понравились зажигалки вот которые про страны про различные и ищи и наверное две зажигалки особенно понравились которые на было в магазине она была в магазине вторая была в скульптуре как я покажу потому что в скульптуре зажигалка была просто шикарная я бы с удовольствием такой купил но у них такой нету сейчас то ли не производят то ли у них есть другая но вот вот эта зажигалка с фулл хаосом внутри если видно сейчас секунду я наведу камеру так что да вот она зажигалка с фулл хаосом внутри под она закреплена в такую инсталляцию из зипа зажигалок которую сделал известный французский скульптор на самом деле очень круто но блин зажигалку такую я бы купил но такой зажигалки у них сейчас нет у них есть другие с тузами пиковыми и все такое но это немножко не то вот так что вот такое у меня было посещение музея зипа неожиданное совершенно а собственно не применил я себе сделать ну раз уж я тут заехал не применил я сделать себе гравировочку фирменную зимовскую гравировочку на свою свежеприобретенную хардеревистовскую зажигалку ну и собственно сам себе сделал вот такую гравировочку с инициалами и пожеланием удачного путешествия чем я собственно сейчас и займусь дальше я еду дальше на ниагару и буквально наверное через три часа должен быть там всем пока